Андрей Иванович, пожалуйста, тоже новый человек пришел. Я жду от вас переворота там. Не революции, а переворота. Вы человек в жизни хлебнувший столько, как никто другой здесь сидящий. И вы должны быть, ну, преданнейшим человеком своей страны. А от вас, от ваших детей, ваших там, наших, все начинается. Поэтому и учебное пособие, сколько можно о них говорить. Повычищайте там этих разгильдяев, которые приходят в школу как к станку. Вот он пришел, урок дал и ушел. Да нет, надо работать как с нами, со мной, как работали учителя. С утра до ночи. И ценили эту работу. Бардак полный. Мы выживем и Россия, и мы только благодаря жестокой дисциплине. В противном случае нас используют. Уважаемый товарищ президент, в соответствии с вашими поручениями в системе образования на первое место выходят вопросы воспитания настоящих граждан-патриотов своей страны. Важнейшим направлением работы остается профилактика. Телеграм-каналы, деструктивное воздействие на молодое поколение оказывают значительное влияние. В этой связи уже сегодня организована неформальная работа по встрече со студенческой молодежью, преподавателями, профессорско-преподавательским составом, начиная от министра, заместителя министров и каждого работающего на местах. Вовлечение в наркооборот несовершеннолетних. Сегодня мы видим то, что традиционные меры распространения соответствующих роликов информации о невовлечении в наркооборот несовершеннолетних не дают соответствующих результатов. Внедряем нетрадиционные формы работы. Проводим встречи с компетентными специалистами, прокурорскими работниками, медиками, судьями, в том числе и выездные суды в отношении несовершеннолетних, как наглядный пример действия закона. Безусловно, профилактическая работа широко проводится с участием общественности, молодежных инициатив, активы БРСМ. Видим большой потенциал в работе студенческих общественных организаций, волонтерских отрядов, активно развиваем студенческие отряды. Уважаемый товарищ президент, могу заверить то, что в Министерстве образования строго выполняются все поручения главы государства. Отдельно хочу отметить то, что сегодня работа с нашими учащимися подрастающим поколением ведется не только в учреждении образования, но и с родительской общественностью. Реализуется с текущего учебного года республиканский проект «Родительский университет», который был поддержан вами, уважаемый Александр Георгиевич, в ходе Республиканского педагогического совета в августе 2021 года. Уже сегодня Министерством образования разработаны новые рекомендации по приведению шестого школьного дня, где особое внимание уделено патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и историко-культурного наследия. Вопросы качества учебных пособий в настоящее время находятся на особом контроле. Все предписания, которые были направлены в Министерство образования и Генеральную прокуратуру, в настоящее время детально рассматриваются не только с разработчиками данных учебных пособий, но и с учителями-практиками. Вопросы питания в учреждениях образования также находятся на серьезном контроле. В этой связи принят ряд мер для того, чтобы обеспечить сбалансированное рационное питание. В настоящее время ведется работа по переработке технологических карт для того, чтобы рацион, который предлагается учащимся в учреждениях дошкольного и среднего образования полностью соответствовал не только вопросам необходимого сбалансированного питания, но и необходимым предпочтениям, о чем здесь сегодня тоже говорилось. Ладно, Андрей Иванович, я жду от вас в течение следующего учебного года серьезнейшей перестройки в системе образования и прежде всего в школе. Вы знаете, что надо делать. Вы знаете, какие дети должны вырасти.